Здравствуйте! Это программа «Культурный обмен» на общественном телевидении России. С вами Сергей Николаевич. В нашей программе мы часто рассказываем истории о том, как творческие люди ищут и находят себя в самых необычных обстоятельствах и на неожиданных территориях далеко за рамками однажды избранной профессии. Один из таких людей, герой нашей программы, поэт Сергей Таратутов. Здравствуйте, Сергей! Здрасте! Ну, вы знаете, вот Марлен Дитрих однажды сказала, что мужчине нельзя наскучить, если начать говорить о его матери. Вы сын знаменитой, известной актрисы, одной из звезд театральной Москвы, первой барабанщицы, актрисе театра Советской Армии, и безвременно рано ушедшей от нас Людмилой Фетисовой. Именно творческая судьба вашей мамы, как бы я так понимаю, и направила вас в сторону театра, в сторону актерства? Ну нет, просто тут так получилось, что я закончил школу с жутким аттестатом, как сказали, 2,7 средний балл. Я хотел поступать на биофак, но, как сказал мой папа, который меня вырастил, тебя туда не подпустят на пушечный выстрел или подпустят и выстрелят. Потом у меня вдруг обнаружили способности, и я стал поступать в Щукинское училище. И там была первая попытка, моя закончилась неудачей, потому что, как потом выяснилось, когда я уже стал печататься, когда меня стали приглашать выступать, и там вот я выступал, то есть там была настолько моя мама была яркая и, в общем-то, такая, как комета, и трагическая судьба, и ей завидовали даже после смерти. То есть там был один человек, не последний, в училище, который, в общем, я был еще 16-летним. То есть они как бы сказали, что пока не надо. А она закончила Щукинское училище? Да, она закончила Щукинское училище, и прям сразу после войны. И я целый год работал, вот я сейчас здесь вот у вас нахожусь, я здесь появился на этой улице через, наверное, почти 40 лет, потому что здесь рядом театр Корж, и после того, как меня выпроводили из абитуриентов Щукинского училища, я целый год, ну почти год, носил мебель во Мхате. Ну это был филиал Московского художественного театра? Да, это был филиал, здесь вот был, по-моему, спектакль «Идеальный муж», где вот я таскал мебель. Еще там был один спектакль, меня посылали в разные места. Работал я на основе с сыном, потом на Тверском бульваре, там носил. И вот носил здесь. И, кстати, здесь я встретил, главной роли был Масальский, и он как-то ко мне очень нежно отнесся. Я немножко выбивался из тех монтировщиков и мебельщиков, реквизиторов, которые меня окружали. Ну хотя бы я не столько пил. Вот, и когда он узнал, что я сын Фетисовый, он так, мальчик, что тебе сделать, там, вот себя говорил, что ты хочешь, это такая трагедия. Ну я человек, вообще-то, порядочный. Я как решил поступать в Щукинское, я уже в Амхатовское не стремился. Ну я не очень-то хотел. Просто вот мне нашли способности, и я вот поступил в Щукинское. И так потом-то это и случилось, что в конце третьего курса я вдруг записал стихи. А вообще как-то театр присутствовал в виде вот легенды о маме, все-таки она ушла очень рано, вам было 4 года. 4 года. 4 года. Ну вот театр же о армии, ее роли, ее воспоминания о ней. Это все как-то создавало какую-то особую ауру театра? Я, конечно, как ни странно, в общем-то, как мне и внушали умные люди, по сей день, ну в хорошем смысле везучие. Папа мне хорошо сказал, раз уж вы начали с мамы, потому что это неразрывно. Папа участвовал в ее становлении. То есть я вообще не чувствовал потери мамы. Потому что он сказал, папа, что у тебя жизнь, то есть ты рожден под счастливейшей звездой. Ну, уже то, что было потом. А поначалу она у тебя, жизнь началась самой страшной трагедией, которая может быть. Которая вообще возможна. Вот вы с этого начали. И вот тут в этой ситуации папа вам вторит. Но он говорит, в этом плане тебе с мамой не повезло. С такой тем более мамой. Но, по-моему, тебе очень повезло с папой. Поэтому никакого культа театра у нас не было. Хотя папа, когда уже Люся Фетисова поступила в театр Советской Армии, она его туда не могла затащить. Потому что мой папа, он вырос во МХАТе. Он был племянником Игоря Нежного. Это администратора МХАТа Станиславского. И папа был на репетициях всех Анны Каренин. И там, где умирал Хмелев, Дмитр Урбин. И сто раз видел вместе со Сталином этот спектакль. И потом еще восхищался спектаклем «Три сестры». Он был такой настоящий театрал. А как возникли стихи? Как вообще возникла поэзия в вашей жизни? Вдруг. Такое бытовало мнение, еще когда я учился в литературном, у Винокурова, так сказать, двоечник в двух вузах. Это было очень тяжело и грустно. Вот он говорил, что, тоже с этим спорил, что должна быть несчастная любовь. У меня всегда было внешне, на круг все очень гладко. Ну и до сих пор плавно. Но вдруг проснулся и стал писать стихи. У меня было два стихотворения, которые я написал, когда мне было 9 лет. Эти стихи до сих пор печатают. Но учительница сказала, подумай в Таратута, все пифы она не выговаривала. Пуфкин Ливик, она говорила. Потом где-то в 2005 году, когда был мой вечер в этой школе, она покаялась, прости мою седую голову. В общем, может быть, они погубили вот эти люди, так сказать, которые... Ну, естественно, я никого не виню. Просто пробил час, вот, 28 мая 1978 года. Я стал писать, пошел слух в училище, к тому много свидетельств. И потом меня пригласил к себе в кабинет в Ахтанговский театр Евгений Рубенович Симонов. Симонов, да. Вот, и он очень трогательный. Там была история. Я через 30 лет рассказал своим сокурсникам. Там были проблемы на курсе большие у людей. Ну вот я это все рассказал, они так умилялись. Он говорит, Таратута, значит, читай стихи. Вот такой. Это правда все это произошло? Я говорю, я ему читал стихи, я вижу, так сказать, он совершенно такой, ну, в общем, прослезился. Он говорит, мальчик, ты даже не представляешь, что произошло в твоей жизни. Только ребятам не говори. Вот когда я это рассказал дома, он говорит, какая прелесть. Вы знаете, я имел в виду все-таки немножко другое, другие стихи. И стихи, ну, не только в виде, там, школьной программы, неизбежного Пушкина и так далее, а стихи, которые вот как бы провели, да, которые вдруг стали какой-то реальностью в вашей жизни. Чужие стихи больших поэтов. Вот был кто-то, кто дал этот импульс вам? Ну, я, так сказать, не могу проследить, но, конечно, какие-то стихи Некрасова, Пушкина, Есенина. Потом, вот, мой главный воспитатель, папа, он столько мне рассказывал, читал. То есть, вот, это та самая ситуация, когда воспитали вот родителей в количестве одного. А вот то, что касается вашей программы, да, вот, ну, с которой, как правило, приходят абитуриенты, вы помните, что вы читали? Там же всегда читают стихи прозы. Ну, это я не помню, что я читал. По-моему, я читал стихотворение Лермонтова «Люблю отчизну, и оно странная любовь». По-моему. Еще я читал Селинджера, Холдена Холфилда «Над пропастью воружей». Должей, да? И вот два режиссера потом сказали, если бы сейчас они это ставили, лучше Сереже Таратута нет. Действительно, вот это у меня была удача. А это поставил мне Виктор Григорьевич Комиссаржевский, который был тогда, уже не был, но был главным режиссером театра Ермоловой. Ну, он был известный еще театральный политик, он писал. Да, он писал в литературке, вот как раз мы с ним вместе, там, моя подборка, рядом его статья. Он очень гордился, это было вот незадолго до его смерти. То есть, он вам поставил эту программу? Ну, поставил, и я так, как че ленивый, я на нем, на этом Холдене Холфилде въезжал в Селинджер. Ну, правда, это было действительно всем очнавилось, но не больше. Ваше обучение в Щукинском училище, оно как бы прервалось, вы не закончили? Нет, нет, нет. Там все было просто, тоже благодаря вот тому, что меня сразу стали печатать. Это тоже редкий очень случай в то время. Ну, Евгений Рубенович, значит, я попал, пошел с пятью стихотворениями в Новый мир. Там меня встретил такой полный, немножко с такой женской внешностью, красивый, Евгений Винокуров. Он мне сказал очень хорошие слова. Вот эти стихи, так сказать, я до сих пор помню, которые он читал в рукописи. Он говорит, что я, говорит, вас сейчас не могу печатать. Почему? Ну, потому что там были свои, наверное, какие-то, была своя очередь. А потом, объясню, сходу. Нельзя. Ну, да, никто не решится. Только Олегер, который обо мне писал, вот она так написала, но она была Олегер. Потом это уже в пример, я клянусь, не из-за себя, вот ставили, вот, как надо писать о молодом поэте. Причем я потом уже случайно выяснил, уже были две статьи в «Аргументах и фактах». Это вот о моей маме Афетисовой. Олегер, они в один день родились. То есть у меня вся жизнь вот в этой мистике. Папа умирает в день рождения мамы. То есть это феноменальные случаи даже на Новодевичем. Ничего не могу сказать, но это надо. Вот, и папа меня готовил к смерти, чтобы я ее перенес, и вот это меня спасло. Евгений Михайлович, он отправил меня в институт, там недалеко. В литературный. Да, и чтобы я, так сказать, как-то там оформлял документы. То есть перевод из Щукинского училища? Нет, нет, этого нельзя было делать, потому что... Я вот тоже, это мой любимый ответ. Вопрос. Да, потому что люди не понимают, забыли, что нельзя было в двух гуманитарных вузах. Там один человек из Министерства культуры РФСР, зам Милентьев был такой. Сейчас я скажу, он тоже сыграл в моей судьбе вот это. Но это неважно, эти учебы ничего не дали. Вот, он сказал, что если бы, Сережа, ты был где-нибудь из МВТУ имени Баумана, тебя бы на руках несли. Я учился в одном гуманитарном, в другой это исключается. Но как-то вот Евгений Рубенович позвонил вместе с Пименовым. Пименов был ректор второго вуза. Вместе с литературным, он был такой, критик, по-моему. А жена у него была Вишневская, тоже критик. Ему тоже понравились стихи. Они как-то вот не рискнули, я вот учился в двух вузах. Но когда я два года там отучился, то Евгений Михайлович увидел мой скучающий взгляд. Там ребята были отборные, но странно, они как бы не проявили себя. А меня печатали. То есть там я слышал такое поселетние каникулы. Евгений Михайлович, мы летом не пишем, пишем зимой. Я дождался зимних каникул. В феврале они сказали, зимой не пишем, пишем лето. Я был самый юный. И он мне сказал, что лучше диплом Щукинского. Там мне дали бумагу, а потом за стихи я получил диплом в Щукинском. И мне дали свободное как-то распределение. Потому что уже были публикации. Вот какая-то была такая тетя очень, которой боялись. Я все помню. Но не потому, что я к этой тете как-то отношусь. По имени у нее была Донцова. Ее боялись все студенты. Она посылала в самые дальние города. Ну, естественно, я не мог так расстаться с папой. Я был не против, потому что это впечатление, это поэзия. Но, конечно, я не могу сказать, что я и рвался. Она мне дала вот свободный. Узнав, это ты, Септаратута, дала мне диплом, пиши. Ну, дальше все пошло, поехало. Стали печатать. Ну, все-таки ваш дебют пришелся на конец 70-х годов. Считается, что время такое не самое располагающее к поэзии. Такой главный поэтический бум 60-х уже прошел. Все репутации и положения определились. И прорвать вот эту стену уже, ну, существовавшую тогда уже таких молодых, относительно молодых классиков, было довольно сложно. Как вы себя почувствовали вот на этой территории? А я, знаете, Сергей, никогда себя не чувствовал. Юрий, никогда не чувствовал, что время не поэтическое. У меня всегда этот бум был. Какой-то был интерес. Меня издавали. Были вечера творческие. Я как раз абсолютно не согласен. Я считаю, что если ты по-настоящему принадлежишь к этому какому-то искусству, ты вот по-настоящему одарен, уж так поймите меня, то при любой ситуации ты будешь востребован. Я не люблю это слово, но в хорошем смысле это слово. Поэтому бум, не бум. Сотни тысяч людей хотят тебя слышать. И вот сейчас есть интернет, которым я ничего не понимаю, пользоваться не умею. Я даже как-то мышку назвал крыской. И вот сейчас пробил час, вот я потрясен. Одна вещь меня потрясает. Ну, печатался всюду, во всех журналах, газетах. Иногда какие-то были ошибки, опечатки. Как звали, очепятки. И вот опечатки были умышленные. Кто-то специально, чтобы сбить ритм там. Кто-то корректор мог пропустить. Но я не могу тоже пожаловаться. У меня это было очень редко. Но были, я переживал, потому что в стихах, это не в прозе, вид, сразу заметно какая-то гласная. Там есть ли Е или Ё, другой ударный. Ну, вы лучше меня понимаете. Короче говоря, в интернете столько вот моих стихов разошлось. После публикации комсомольцев, ну, каких-то вот сейчас газеток. Сразу как вот рыбки в аквариуме, они кидаются. Сотни, сотни людей. Ну, никто меня не ругает, я бы сам уже себя поругал. Но вот ни у кого рука не поднимается. Но самое главное, их перепечатывают. Ни одной запятой лишней. Вот там можно делать, что хочешь. Там таратута такой-сякой, близко нет. Стихи можно изуродовать, близко нет. Уже многие годы. И я не знаю, не каждый может меня понять. Но это вот мне, как все-таки, я не буду уж прикидываться, что какой-то опыт у меня есть. Это колоссальный знак. Вот с таким трепетом уважением. Ни одной опечатки, где абсолютно все можно. Ветки, первую вашу книгу вы издали в 92-м, кажется, году, да? Да. Это первый сборник за, ну, практически, там, 10-12 лет уже такого активного, довольно, присутствия уже. Ну, вот говорят, рукописи не горят. У меня сгорело. Да? Объясняю. Значит, я попал в 87-м году в план издательства «Советский писатель». Потому что уже много печатался. Ну, уже было, как кто-то сказал, нельзя не издать. Извини. Ну, в общем, короче говоря, куда-то книжка попала, это, видимо, какая-то была единственная в моей жизни вот провокация, что ее сожгли. Через 12 лет куда-то эти рукописи отправляли. На, в топку. Ну, а куда еще-то? Я же согласен, естественно, еще заваливаться этой же рукописи. Вот. И я помню, шел по улице Воровского, и мне так было грустно. В общем, мне было 30 лет. А почему грустно? Потому что я из своей лени не имел вторых экземпляров. Взяли у меня первый и второй под копирку. Тогда не было вот тех возможностей, как сейчас, когда мне все... Ну, сейчас всюду мне это могут там всюду сами все делать за меня. Тогда были машинистки. Да, но я все... И все это пропало. И какие-то стихи навсегда пропали. А вообще это пропало? Ну, все, да. А сколько эта рукопись пролежала там? Там она пролежала месяцы три, там были рецензии положительные. И она исчезла. Там была, в общем-то, легкая паника. Вот, и я помню, шел очень грустный и вспомнил анекдот, как цыган смотрит где-то в таборе на своих детей, там 12 детей или 15. Они все грязные, там неухоженные. Он так смотрит, чешет затылок. Говорит, этих помыть или новых нарожать? Ну, короче говоря, я понял, что придется писать новые стихи. У меня всегда были стихи, естественно, я периодически что-то пишу. Вообще, поэтическое дело и такое дело одинокое на самом деле, да? Вот, хотя мы знаем примеры и, ну, скажем так, поэтических школ, я не знаю, там, каких-то лидеров, которые вокруг себя объединяли целую, там, не знаю, целую плеяду поэтических элементов. Вот вы кому-то принадлежали в этом смысле или всегда были на особицу, всегда были одиночки? Никогда. Был такой один эпизод. Я выступал в какой-то мой вечер, в частности, в Доме кино. А вел этот вечер, вот он погиб, умер, Николай Еременко. Актер известный. И он так очень слушал мои стихи, ну, потом очень такие щемящие вещи мне сказал. Вот, и он сам как-то нервничал, как все пройдет. Я ему много рассказывал, как и вам, вот о папе. А тогда были, естественно, какие-то люди, которые доброжелатели, они говорили о моих стихах. И я спрашиваю, Коля, так все-таки кого мне слушать? Там, вас, там, их? Он говорит, судя по всему, папа. Поэтому никаких, так сказать, лидеров не было. Да и это, по-моему, тоже досужие домыслы, потому что настоящий художник всегда должен быть один по неволе. Ну, какие? Когда они шли, и сейчас-таки вот коллективом дают друг другу премии, там, одни и те же, это же все видно. И они, как писал классик, страшно далеки от народа. Вот, и пишут о непонятном. Поэтому я даже был готов иногда вот с кем-то общаться, но видел впереди себя руки, потому что, ну, кому же я нужен? То есть, когда человек признан или к этому идет, единственный способ борьбы с ним – это делать вид, что его нет. Вот эти 90-е годы, мы говорим о том, что, ну, вот вы не различаете поэтическое и непоэтическое время, да, но согласитесь, что есть времена, которые как-то больше этому способствуют, да, ну, по общему какому-то складу. Вот я даже думаю о том, что время застоя, как ни странно, оно способствовало каким-то таким академическим наукам. Люди как-то более сосредоточены были на изучении тех же архивов, каких-то фундаментальных историй. А вот время перестройки совсем к этому, мягко говоря, не располагало. Ну, прежде всего, не только потому, что не было финансирования, но сам ритм жизни, он был таков, что, ну, как-то эти люди оказывались на обочине. Вот вы сейчас вспоминаете эти 90-е годы, уже, в общем, состоявшимся поэтам, с каким чувством? Ну, как, я там жил, это была моя родина. Да, кстати, как и к советской стране. Я не могу сказать, что там было все плохо. Там родились мои родители, моя мама, с которой вы начали наш диалог. Я к нему отношусь хорошо, потому что в 90-е годы меня, кстати, в отличие от кого-то, стали издавать. То есть, когда вот это все очистилось, то в какой-то степени вот возможность лучшим, лучшие себя могли проявить. Появились, появился этот несчастный наш до сих пор бизнес, который в меня вкладывал деньги. Не в какие-то журналы чернуху, а вкладывали в поэзию. Тут тоже я могу сказать, что мне гневить Бога нечего. Но грустить я продолжаю все равно. И все-таки какой, ну, какой главный предмет вашего сожаления? О чем вы сожалеете больше всего? О том, что моих каких-то последних успехов не видит папа. Но все говорят, Сережа видит. Вот уж и связь огромная. Ну, жалею о том, что, как сказать, даже не знаю. Ну, все, я считаю, все равно идет медленно. Вот. Никто, как бы ко мне не относились, вот не занимается вплотную поэзией. Вот. Сейчас, конечно, не знаю, что будет дальше, хотя какое-то предложение у меня появилось. Естественно, все, мы обречены на успех. И все это будет. Но я считаю, что просто, или, может быть, мне кажется, что вот медленно все идет. Как-то раньше было все быстрее меня. Вообще, как сразу стали печатать. Но это абсолютная мелочь. Это так вот уже что-то добавить к вашему вопросу. Ну, я бы сказал, о чем я жалею. У вас есть стихи, ну, и такой небольшой мемуар, связанный как раз с Пушкиным и с Тверским бульваром, и вот с этим местом. Я так понимаю, что где-то поблизости вы там жили. И это вообще Москва, она как-то присутствует и в ваших стихах, и в ваших каких-то размышлениях. Есть еще какие-то места, которые, ну, как-то вас вдохновляют и являются не только фоном ваших стихов? Ой, у меня просто есть такая проблема, о чем я жалею, вот могу сказать, но это тоже с каким-то кокетством. У меня совершенно немыслимая память на детали. Я помню все. Запахи, цвет, Москву тех лет, пыль на дворе, и во дворе, и на земле, Волги с оленями, то есть машины. И вот я родился, здесь вот я носил мебель около вас, а так родился на улице Качавова. И часто, вот даже когда из Щукинского училища, там отучившись, ну, там уже ко мне так относились, как к Гроднику, так сказать, баловали, шел, ну, в принципе, тоже не в тяжелое место, в литературный институт, мимо своего дворика. То есть Щукинский переходил к Оленинске, дворик, и выходил к институту имени Горького. И вот, конечно, у меня большая любовь к Москве, где бы я ни был, в каких бы я ни был роскошных условиях не у нас в стране, больше пяти-семи дней я не могу. Я очень хочу домой, я домашний. И центр этот меня волнует. Вот, и память эта жуткая, которая, естественно, она и подпитывает. Ну, и, конечно, вот люди удивлялись, как так потрясающе. Не зря живу, все помню это в деталях, то есть этот фильм постоянно крутится, эти кадры. И в то же время, как это тяжело, потому что все время, ну, это же грустно, я же не такой одноклеточный. Грустно, что это все проходит и уходит. Да, все это вот. Это какая-то особая, такая тяжелая ностальгия. Вот, это появилось вот потом, когда появились стихи о маме, у меня я ее стал помнить. Она возникла через стихи, я не помню маму. Вот, она нигде не снималась. Да, кино у нее уже не было. Да, это вот когда вот как раз Леонид Филатов, умирая, я обо всех напоминаю. Угу. Каждому человеку, который вот со мной общался, он, умирая, сделал фильм о Люсе Фетисове, чтобы помнили. Угу. И вот он сказал, что он даже плохо говорил, в связи с болезнью. Он говорил, что как усложнило задачу, что она нигде не снялась. Она бы, я уже говорю, фильм бы увековечила. Угу. Ну, вот не снимали тоже, какой-то элемент был зависти, боялись, что будут идти на нее. Угу. Ну, как же, это мне режиссеры сказали. Угу. Вот, или думали, что будет жить до 105 лет, а не умрет в 37, как полагается всем таким. Угу. Ну, я не хочу об этом говорить, это, в принципе, дело прошлое, и все равно я о ней напомнил. Угу. Вот у меня было две мечты. В 81-м году я болтался по квартире, думал, у меня тогда же печатали. Это я могу рассказать, вот отойти от темы. Угу. Но это как раз вот к вашему вопросу, что я хочу от жизни. Я подумал, что вроде я там не урод, не надо мне известности при жизни, а я уже печатался. Вот хорошо бы каких-то сотворений 10 или хоть одно осталось после меня. Ну, чтобы что-то осталось после меня, я уже был бы доволен. А вторая мечта, это если я кем-то стану, то есть если я, если со мной будут считаться, если я стану поэтом, то я хочу напомнить о маме. Угу. Праздительно, что вот действительно нет киносудьбы, есть скорее уже легенда, есть, есть, и уже уходят те поколения, кто видел ее на сцене, а ими живет. И вот это, это, это... Ну, тут я могу только сказать, что ей, конечно, повезло с сыном. Потому что возникли стихи, они были напечатаны, появился к ней интерес, появилось телевидение, появились радиопередачи. Я стал рассказывать, и вот то, что я мечтал, мечта сбылась. А если я вас сейчас попрошу, ну, одно какое-то стихотворение, посвященное Людмиле Фетисовой, сейчас прочитать. На могиле матери, актрисы, прожившей 37 лет, ни конца, ни края мечте, но написано, на гранитной серой плите Эл Фетисова, умереть, к тому же весной, дождь, процессия, возраст выдал сороковой и профессия. В понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, и обратно жизнь никогда не попятится, на Вадивиче мокрый снег не погодится, и молчит средь крестов коллег Богородицы. Я читал ваш сон однажды, да? Это ваша встреча с ней на метро-университет. Вы лучше меня знаете. Ну, как выясняется, какие-то действительно такие щемящие и царапающие подробности, и этот диалог такой загробный после всего. Вот. Эта тема не отпускает, это присутствует, и, как ни странно, с годами, может быть, она становится еще сильнее в жизни, да, и присутствует. Ну, вот сейчас, в этом году, помимо того, что меня приглашают, так как год литературы, хотя год литературы должен быть каждый год в стране, я так не понял этого. Ну, в общем, год литературы, слава Богу. А всем поэтам, прозаикам я желаю вот сейчас рвануть. Вот. И еще это совпало с 90-летием, вот, как 90 лет моей маме, Людмиле Фетисовой. Вот, в 95-м году, 25-95. Сейчас я, естественно, ну, как-то мне все получалось мягко и легко в жизни, без напряга, как и должно быть. Вот. И я сейчас буду вот что-то напоминать о маме, какие-то передачи. Какая-то будет, естественно, наверное, газетная публикация. А вы не думали о том, чтобы, ну, я не знаю, сериал, не сериал, но, по крайней мере, снять фильм, ей посвященный, может быть, это был бы художественный фильм? Нет, художественный фильм, это вот, был такой актер, Фея Чеханков. Да, конечно. Вот. Он, я, да, вот, я где-то года два назад нашел кассету, было большое-большое со мной как бы встреча на «Эхо Москвы». Я даже забыл о его потрясающем выступлении по поводу моей мамы. Там ведущий, значит, я читал стихи, отвечал на вопросы слушателей. Там много стихов я читал. Ну, вдруг туда они включили Федора Чеханкова. И вот он говорил о ней такие вещи, что они как бы из одних краев, он всегда говорил, Тургенев, Фетисова, я, посеря. Вот. Но он говорил, что я никогда не видел таких потрясающих зубов, и чтобы так плакали на сцене. Он о ней и так говорит, вот эта кассета есть, вот. И он говорит, что, конечно, судьба Фетисовой – это абсолютный сюжет для, как он сказал, роскошного художественного фильма. Только кто ее сыграет? Я бы это все, конечно, предложил. Но это, правда, радиопередача. Вот. И, конечно, какая бы она ни была, очень трудно их убедить сейчас, вот, среди, в общем-то, этого цунами пошлости, что надо это сделать. Но вот даже по этим просмотрам пресловутым, там столько просмотров, все вот эти передачи, которые были на «Культуре», на Первом канале, то, что снял Леня Филатов. И еще там была передача «Столица» шикарная. Там все смотрят, и те, кто ее не знал. Сергей, скажите, вот вы упомянули эти цунами пошлости, среди которых мы обретаемся. Вот как вы от них спасаетесь? Есть какое-то противодействие? Я? Да. Да никак и не спасаетесь. Пусть они там, мало ли, стоков в море. Какие-то речки, знаете, где-то текут откуда-то с гор. Непонятно, что они набирают, если там селение. И как? Ну, конечно, мне обидно, что я же не... Боже упаси, чтобы всюду были стихи. Боже упаси. Но какие-то вещи надо давать, подпитывать. Я на себе это испытываю. Когда вот в каких-то смешанных выступлениях... У меня все время под конец, чтобы я не портил никому потом. То есть я ненавижу выступать последним. Почему? Да потому что я там томлюсь, знаете, как ребенок, болтаюсь, потому что все те, кто до меня, их не стащишь. Есть регламент. Все почему-то вот хотят дольше стоять на сцене, рассказывать, петь, писать. Вот. Ну, и не очень они часто держат публику. А я вот где-то с 25 лет вот с одного выступления в колонном зале вышел альманах у Мины Будемной, это дочка. Вот. И там вот были мои стихи, там был реквием, там было собачье сердце. Вот я все время спокойненько ему попадал. И там были их родственники, вот, у меня всегда под конец. И я тогда сказал, что родственники тех, кто напечатал. И вот я помню, затянулось на 4 часа. Я вышел читать там стихотворение, назвали псооператом. Его много пить. Это мое самое первое стихотворение, которое написал. Вот. Я дошел от МИДа в сторону Щукинского. Вот. Я вышел из Торлибуса. Вот вдруг это началось. А так вот томишься, томишься. Всегда. Ну, как правило, напоследок... Не вот, не дай бог, вот не надо. Вот вы говорите, как насчет пошлости, никак, так и к этому. Я вот, если где-то меня приглашают, я вот теперь прошу, чтобы... Чтобы быть первым, да? Первым. В прямом смысле. Скажите, ну вот вы обозреваете вокруг и своих современников, и, может быть, поэтов более молодого поколения. Есть ли кто-то, кто... Ну, на кого вы останавливаете смысл? Это вот было три вопроса, когда я стал выступать. Три. Я эти вопросы собирал, их были мешки. Но три вопроса, они превалировали. Значит, кто ваш любимый поэт? Совершенно, в общем, странный вопрос. Ну, кого это волнует? Второй был вопрос, это до 85-го года. Как вы относитесь к Высоцкому? Это отвечал прекрасно все. Потом эта все тема исчезла. Третий вопрос. Женаты ли Вы? Я всегда говорил, кому я нужен? Ну, хлопает радостно. Ну, насчет поэтов, на ком... Присылают стихи, чтобы вот мне показывают в интернете. Этот, как это, Facebook, да? Вот, там присылают начинающие, неначинающие, законченные. Ну, все это остается там, как это, за меня лайкают. Вот, показывает, что все хорошо. Я даже не знаю, на ком остановиться, потому что сейчас, как вот я как-то шутку сказал, нету, вот, это как раз пошло, я считаю, нету индустрии поэзии, нету журналов, нету газет, которые издают поэтов. Сейчас я не знаю, как можно вообще заявить о себе, выбиться. И поэтому следить за кем-то очень трудно. И останавливаться на ком-то. Потому что, когда я начинал, были 5-7 очень мощных журналов. И толстые, и полутолстые, и вот «Юность», и газеты всюду, и литературка, которую ты сдавала. И на 16-й странице я очень люблю печатать. Все с нее начинали. Серьезные стихи мне говорят, Сережа, не переживайте, потому что это самая наша главная страница. Но я и не переживал. А вам не кажется, что вообще сейчас, ну, поэзия, вообще слово, да, оно ищет какие-то, как теперь говорят, новые форматы. Новая, это не только вот традиционная классическая книга, о которой мы обязательно сегодня еще поговорим. Но это, но это может быть и, там, я не знаю, какой-то рэп, и все те же какие-то подборки в интернете, и что-то... Ну, то есть, слово пробивается каким-то другим путем. Может быть, имеет смысл его как-то поддержать и услышать, но на других площадках, в другом пространстве. Нет, мы говорим о, так сказать, по высшему масштабу, по крупному, мы говорим о том, о серьезной поэзии. А рэп – это вот когда-то они быстро говорят под музыку, что ли? А, ну, это нет. Я не знаю, я тут не могу, я не специалист. У меня есть песня на мои стихи, вот, известная. Мне все спрашивают люди, там, пишут, ну, естественно. Да-да. Уже никто не звонит, а робеют. Вот, а пишут, вот мы все время в караоке. Сергей Львович, вы же, наверное, очень богатый человек. Потому что целые регионы поют эту песню вот в караоке. Да-да-да. Это было стихотворение, оно было напечатано в литературке в 87-м году. Это было среднее стихотворение, я просто написал в шутку за 4 минуты по просьбе одного композитора. И Марины тогда не было, никто из них был, но сказала мне Марины там. Оно прошло в этой подборке, всем понравилось, еще в одном. И пришли десятки кассет со всего Союза. И одного человека очень талантливого после этой песни съели в Киеве. В конце 80-х он какой-то был аранжировщик, он написал потрясающую мелодию, лучше, чем вот эта. Но я тогда не мог, не имел каких-то возможностей, как сейчас. На одной передаче ее как бы случайно стерли. А Бобином обошлась в 1200 рублей. Ну, некрасиво это было, в общем, ее случайно стерли. Вот вторая неприятность в моей жизни, ну, я переживал за человека, и песня была. Пел ее Коля Гнатюк. И она один раз там, в общем, туда пролезла пошлость. Кто-то из тех, кто это делал, дописал куплет очень пошлый. И я, идиот, это все, ну, в хорошем смысле останавливал. Они говорят, это такой сорняк, это суперпесня, супершлякер. И она сразу-сразу пошла, и вот мне тогда пришли деньги авторские. Но потом я это остановил, и вот года четыре она лежала где-то у меня. Потом, в смысле, стихи. А потом все было официально, вот Филипп это запел эту песню. А вообще искушение вот заняться таким песенным творчеством, стать автором песен у вас никогда не было? Такого искушения, к счастью, нет, потому что я... Потому что многие большие поэты отдали этому дань, на самом деле. Ну, это, видимо, заработок, но я, конечно, не против. Просто вот я выступал на радио «Арфей», и ведущий сказал, я понимаю, почему у вас мало песен. У вас очень, извините, так вот сказано было, у вас очень музыкальные стихи. То есть, я говорю, ты кто же будет писать? А там под музыку, там Шуберт, вот Шуберт, их нет. Шуберты, да. Еще такая была деталь. Вот у меня есть стихотворение «Почему кинохронику прошлой войны?» И вот к 40-летию Победы меня познакомила с Маркой Григорьевичем Фрадкиным одна сотрудница Мусфонда. Но я очень быстро передвигаюсь, я до сих пор быстро хожу. Я не успел дойти, чтобы позвонить Марку Григорьевичу. То есть, я позвонил раньше, чем она сообщила обо мне. Я звоню, он берет руку. Я говорю, вот это вот Сережа Таратута, хотите, я вам покажу свои стихи? Он говорит, не хочу. Когда мы встретились через неделю, он говорит, парень, ты, говорит, прости меня, я с Таратутой. Ну, тогда что-то уже было, ну, естественно, так на слуху. Его, видимо, мучили, эти маратва, пишущая, песенная, все-таки это второй сорт. И он так ответил мне, потом сказал, что когда уже мы три раза встречались у него в квартире, он говорит, парень, где ты был 10 лет назад? Он уже не очень тянул. И вот его жена там, мы пили чай, говорит, надо было раньше. Я говорю, Марк Григорьевич, я 10 лет назад стихов не писал. Это был 75-й год, я только поступил в Щукинск. Стихов еще было 3 года. Фраткин в конце концов в жизни заканчивается, есть другие композиторы? Ну, вот они очень тянут, потому что вот это вот было, тут вот в этой книге еще включили стихи, которые я тогда писал по поводу других имен, специально на заказ. Они лучше Марины, но вот не тянут. А сам же я не буду писать и петь. Вот, поэтому... Давайте покажем, мы тут ваш этот двухтомник. Тут два сборника, так я понимаю, да? Да, это... У вас это эти белые вороны. Это мое исторение такое. Да? И летайте чаще над собой. Это как бы такой вот, ну, не будем говорить итог, но все-таки то, что называется, подводя итоги, да? Ну, еще сказать, напоследок уж. И напоследок. Нет, но я так не могу, конечно, сказать. Нет, конечно, нет. Ну, все-таки вы собрали здесь все, да? Ну, вот сейчас, после вот этой книги, которая лежит, вот последняя, вот при государственной поддержке, вот внизу, Малерика, я написал уже на новую книжку. Потихоньку получилась новая книга, уже стихи есть на новую книгу. Вопрос только издавать, кто, где, когда. Так что это не последнее. Я до сих пор пишу. Скажите, это вы с своим отцом, да? На фоне мамы. На фоне портрета. Вот это. Там вот в двухтомнике есть фотографии, где мы в детстве, он меня держит двухлетнего, тоже на фоне мамы, пророческий портрет. Пророческая фотография была, как будто мы чувствовали, что она уйдет. Тем более, она же чувствовала, если вы читали рассказ, свой уход. Она была очень грустная последний год. Я вижу, что предисловие написал в одном случае Юрий Башмет, а в другом, я так понимаю, о вас писал Виталий Вульф. Ну и там еще есть Алигер, потому что я вот всюду о ней тоже напоминаю, потому что она очень много обо мне написала, и не потому что обо мне говорю, потому что блестяще написала. Вашим мастером, да? Ну, мастером, нет, 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 я это не могу сказать. Она просто, ей очень понравились стихи, когда она вот впервые прочитала мои стихи, потом у нее были проблемы со зрением, потом у меня была трагедия с дочерью, вот. Потом она меня пригласила к себе на Лаврушинский, я ее впервые увидел, такая маленькая стоит, я полетел в квартиру, вот как мышонок, вот она была. И она мне очень много хорошего сказала, и она жила в ожидании момента, когда она сможет все прочесть и написать. Это все было как вот принято по-настоящему. Это же не просто вот тут же это все есть там, я в его стихах, знаете, как писали. Все под копирку. Ее боялись все, вот и Межеров сказал, что он ее боялся. Вот он позвонил ей, и вот, значит, меня свел. Такой был тоже замечательный поэт. Девушкин, если я вас сейчас попрошу еще прочитать одно стихотворение, такое небоящее, если может быть, простоты, а может быть, и сложное на ваш выбор. Когда-то было нам по двадцать, и был невиден горизонт, и было нам куда деваться, и верить в счастье был резонт. Кружились дни, как в карнавале, хотелось бегать в запуски, И кладбище не вызывали печаль, грусти и тоски. Пусть рай соперничает с адом, никто не болен и не стар, И ощущался где-то рядом хранитель ангел, божий дар. Глядишь отсюда и похоже, жизнь начиналась с двадцати, Где ночью виделся прохожий в квадрате млечного опыта. Это был Сергей Таратутов в программе «Культурный обмен» на общественном телевидении России. А я, Сергей Николаевич, прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова